вы смотрите атомикен бизнес меня зовут руслан и дрисов мы пытаемся по крайней мере подвести итоги уходящего года сделать это не просто ну хотя бы потому что год был на самом деле очень насыщенным непростым надо сказать да да и сегодня настроение новогоднее есть и как бы его нет потому мы пытаемся его для себя сами создать ну понятно что 2020 для казахстанцев частности прошел под такими гидой быть бергем из и это был тот самый случай когда ну это не просто слова и люди объединившись смогли выстоять помогая друг другу выручая не знаю оказываясь просто рядом с самых непонятных ситуациях самых сложных трудных периодах и есть при этом при всем люди волонтеры мы их называем которые всему этому посвящают ну не просто какие-то отрезки времени всех себя и всю свою жизнь практически ну и сегодня у нас в гостях айслу ерниязова председатель лиги волонтеров казахстан айслу добрый вечер добро пожаловать нашу импровизированную студию как настроение здравствуйте вы на самом деле сейчас правильно сказали отметили дарите новогоднее настроение стараемся сами себе создавать мне тоже нету естественно вообще не люблю этот праздник вау это открытие на самом деле почему и сумму казалось бы обычно ведь предновогодняя пора это вообще и блага большая история для волонтеров в частности ну да в этом плане но видите мы всегда стараемся дарить людям добро и тепло не только в новый год а я не люблю всю эту суету надуманную вот эту знаете пробки на улице если честно я люблю только 8 марта и не потому что это женский день потому что в этот день девушки настоящие девушки а мужчины настоящие мужчины и все в природе правильно друзья это было асту ерниязова на этом наше интервью заканчивается встретимся 8 марта и на самом деле не так должно быть если как должно выглядеть это все по моему ну хорошо если тогда оставить новый год на потом сосредоточиться на воде уходящим в целом начало года мы помним сообщение о том что пандемия шагает по миру в марте господин бекшин пророчил пришествие коронавируса в казахстан ну как вы это все ощутили было бы ли тогда понимание что ну грядет что-то где волонтеры как раз таки сыграют какую-то такую важную роль свою миссию выполнить если честно 2019 был годом молодежи на нас тоже была большая ответственность мы потому что волонтерская но перо очень молодежно у нас такая аудитория и мы очень много планов возлагали на тот год но потом пришли выборы президент внезапно на 100 набишь сказал то что он уходит и поэтому тогда можно сказать нас тоже так потрясло но согласитесь да но сомбургер от вас независимым казахстане президентом был эльбаса и тут раз какие-то перемены и конечно многие планы мы не успели осуществить внимание всего государстве я имела ввиду даст молодежный какой-то вопроса и вот мы думали все свои невоплощенные планы чуть-чуть переформатировали год волонтеров потому что знаете руслан когда мы начинали в тринадцатом году просто как движение лигу волонтеров мы тогда представить не могли что 20 когда-то объявят годом волонтеров целый год нам нас летят нас не пускали в университеты в колледже кто вы такие чего хотите заниматься что за секта а так теперь целый год и как бы у нас были большие планы и конечно же вот как раз январь февраль такая раскачка обычно будет марте вот эти уже слухи поползли начало марта уже все понимали что все будет закрываться и совпало нереально круто в том смысле что да вот год волонтеров не коррой если бы если бы не пандемия то в принципе говорили бы вот что волонтеры делают что им такие там проекты деньги на них выделять кто это такие а тут вообще мне кажется она переоценка ценности полная да во всем мире произошла врачи и полицейские наши преподаватели учителя родители столкнулись детьми своими дома и поняли как сложно их касты учить да и вот так же самое мне кажется волонтеров многие поняли оценили по достоинству вот и первое время мы не знали как что будет как передвигаться как вообще что можно делать что нельзя вот не придется не было никакого регламента самого начала дату не понятности неопределенность она пугает всегда человека вызывает какие-то непонятные эмоции какой-то этот животный момент такой что что и вот такая паника немного была честно скажу но потом здесь в алматы работа была очень быстро организована на самом деле акимат очень хорошо сработал транспорт питание но это все для волонтеров штаб естественно все это было организовано я была в таразе во время пандемии этом папа так как он у меня уже находится во взрослым таком я подумал я буду рядом хотя по сути нелогично я поехала и каждый раз ездил и помогла принести ему фузы разу потому что я тоже с утра до вечера на складе на фасовках на развозках да вот и ну вот сейчас вспоминаю этот март и согласитесь как будто бы это было несколько лет назад от другой стороны вот буквально месяц да и при этом все эти события были как будто бы давно с нами на самом деле то есть возможно здесь работает сейчас бы нам психолога сюда в студию мне так кажется работать та самая история вот плохое быстро забывается или как вот мозг не концентрируется на этом мы пытаемся как будто бы идти дальше не были настолько похожи у меня день сурка до с утра до вечера вот это вот просто ну до этого то волонтерство нас событий на этом образовательной спортивная спортивная то есть разные направления а тут одно направление благотворительность и с утра до вечера может поэтому но так все слилось в один такой поток не знаю айсу что видели там вот вы говорите блин на складах возможно вы общались с людьми которые потеряли близких я не знаю вот наверняка самые разные люди самые разные истории судьбы что запомнилось что видели и что вас потрясло я до этого видела бедность людей она мне в принципе всегда пугает всегда не то что пугает всегда вызывает какое-то сочувствие и вот этот свой момент хоть ты помогаешь но ты это так единоразово приходит что-то делаешь и хочется спасти вот людей полностью все этой ситуации а тут я увидела другую грань бедности потому что когда ты еще не работаешь и когда муж например тянул тянул ты дома с детьми там четверо-пятеро у вас а тут раз у него нет работы и они вот просто мы привозим гречку то все и просто народ счастлив я помню в козлородинской области там у нас то есть при счастлив после чего когда им привезли мешок гречки там 5 килограмм гречки килограммов гречки 5 килограмм сахара 5 килограмм муки ну то есть и что это действительно мы теперь еще две недели проживем покушаем а дальше еще что-то придумаем то есть я видела вот таких людей и это конечно же больше всего потрясло потом когда случились события махта ралли как раз живут тарас он же ближе чем алматы любом случае к туркестанской области и я не поверила потому что после арыси вот казалось бы только год назад было такое испытание так-то в этой области думаю да что же такое я представить себе не могла потому что это мы когда сели убирали как-то вот на русбайском районе по моему каком-то 15 году 14 нам там вот здесь я видела когда люди по по телевизору по холодильнику не ход грязь земля да вот страшно а тут вся деревня в таком состоянии крыши нет еще чего-то нет и мы сами как волонтеры мы приехали за сутановцами тарасскими мои ребята лига с шамкента с тараза мы все приехали туда и знаете мы спали там буквально пару часиков вот в этом школьном кабинете но и меня поразило там вот волонтеры они на постоянной основе там только занимается кормежкой нас от приезжающих кто продовольствие привозит гуманитарную помощь только помогают нам стелить постель ну то есть их забота такая нас она вот прям так встретили нас тепло просто просто они местные жители соседних сел тоже приехали помогать волонтерить и они благодарны то что мы приехали помочь и когда вот эти тонны вот эти грузовиками приезжает продовольствие с вот этими надписями да мы с вами вот прямо но действительно заставляет гордиться жалко конечно чтобы в такие моменты казахстанцы объединяемся хотелось бы чтобы мы объединялись всегда они только в такие моменты и мы вот там весь день руслан на складе он огромный просто я еще переживала помните были в арысе так что что-то сгнило что-то не додали кому-то мы прям стояли спрашивали когда вы это раздадите народу когда это уйдет в люди окажется приезжают там староста грузит все и забирает потом сам распределяет просто когда в такие моменты с каким-то варварством с какой-то человеческой жадностью сталкиваешься вообще бывают руки опускаются но больше конечно было добраться то я совсем увела в минор да больше конечно добла добра вот этой веры и когда ты вот буквально приехали два часа поспали и потом шесть часов кряду ты разгружаешь и я хоть девчонка меня пацаны знают наши такие айсуну ты оставь мы сами нет всего лишь то 5 килограмм но 5 килограмм там 200-300 раз вот так по передавай вообще потом под вечер вообще не стояла не лежала все больно сидеть больно лежать больно стоять больно но зато чувствуешь такое моральное удовлетворение мы уехали с чувством выполненного долга хоть что-то сделали оставаться там не было смысла потому что там были местные волонтеры другие приезжают и нам негде было бы все равно оставаться поэтому мы не остались и такой ливень знаете пошел я думаю ну муж жалко как говорится может это божественное благословение что молодцы в дорогу вам дождичек вы слушаете каждая такая история вас чему учат в первую очередь ничему не удивляться я говорю же когда с человеческой сталкиваешься какой-то абсолютной неблагодарностью тотальной мои волонтеры бывают 14-15 лет слышат такими тишины слова вот хочется как на люди ну будьте добрее молодые ребята да смуты и они вот такими глазами потом вот мои ко мне приходит слух говорю любят так бывает зато они быстрее видят жизнь но вот это вот например бабушка скажет ой на line бахт ваш рахмеджан это вот это перекрывает все абсолютно все говорю ну вот ребят это ваша карма даже если не вам вашим детям вернется поэтому а кто обычно грубит кто обычно высказывает какие-то недовольства это какая категория людей и почему это происходит а вот это знаете вот я что убедилась руслан абсолютно неважно вот тут это момент человеческого воспитания ну типа как кому-то не помогли или помогли не так как хотели или просто подошли и попросили как-то поддержать какую-то акцию вот то есть в разную ситуацию добывает те кому мы не успеваем помогать они слышат узнают там до соседям вдруг приехали а я как же я и мы там слышим просто а бывает что помогаем и не устраивает как знаете вот особенно обидный момент был вот тут в алматы были всякие ситуации потом слухи ходили вот сейчас же нас люди социальной сети эпоха любит комментарии писать верят тому всему что пишут люди они говорить телевизор тот же самый да ну и писали там вот волонтеры воруют там не конкретно про нашу организацию а вообще такие ситуации тут я всегда стою горой за волонтеров неважно хотя не из лиги хоть из другой организации я думаю ну как так воровать можно хоть где а человек идет каждое утро просыпается не своими личными делами заниматься не просто можно лежать на карантине смотреть телек дом вот я помогла папа подмышку лежать и просто смотреть телевизор да а я заставляла его он утром просыпался просто чтобы меня довести он думает я тоже молодер твой шофер что мы так далековато жили от города и а тут человек добрым намерением идет а еще его сквернить так вот клеветой да вот такие моменты бывают вот поэтому когда я перехожу на передачу интервью хочется немножко донести пожалуйста ну чуть-чуть добрее будьте особенно это люди уже в таком раннем возрасте у нас основу молодежь и ломать их вот это представление жизни они же хотят чувствовать себя героями они есть принципе герои нашего времени пусть добра пусть героизма будет больше но почему-то мы любим больше читать про то как кого-то изнасиловали про кого-то убили и очень много негативного контента а это ведь все откладывается на же каком-то подкорке хочется чтобы было больше позитива но интересно айсулу мы часто привыкли говорить что в целом казахстанцы мы не обращаем внимание друг на друга мы часто да да мы не любим друг друга и не за ну много таких вещей которые ну нелестны скажем так в адрес ну всего нашего общества и при этом на мой взгляд я хотя не волонтерил да ну то есть потому что мы работали и у нас да и бы чисто вот мы были сосредоточены на работе и бывали такие какие-то мысли что-то может быть сделать полезного но не хватало времени возможно это какие-то отговорки да я думаю что при желании большом наверное для того чтобы помогать выходить и что-то делать найти и время можно но во всяком случае даже со стороны я видел и понимал что как-то несправедливо мы друг другу относились все это время оказалось что казахстанцы могут помочь друг другу могут сплотиться могут противостоять чему-то все вместе я с вами согласна у нас этот негативный момент сплотил а хочет что мы всегда об этом помнили но мне кажется после пандемии мы всегда будем об этом помнить я с вами согласна просто это ведь мы всегда говорим это в нашей культуре и так ассар жилу велико тиреер вот это вот объединение это просто слова волонтер он такой западная и почему кассажем арт кемель сказал давайте его не переводить чтобы и в африке был волонтер я приеду скажу я волонтер и меня поймут слов на любом языке что чем я занимаюсь именно поэтому с этой стороны я рада общему слову волонтер что мы туда вкладываем это уже каждого особенности менталитета потому что у нас все равно да ну при этом добро она да вот у нас в организации разные национальности разные вероисповедания разные города казахстана есть даже люди которые по обмену но сейчас нету из-за пандемии ребят нас были с крыгостана и таджикистана которые приехали учиться сюда и волонтерят вместе они так быстрее с обществом социализируются да вот мне кстати всегда очень нравится наблюдать на вот эту историю когда например я вижу там девушку в хиджабе тут же не знаю девушка побритой головой парень с милировыми зелеными это такое крутое комьюнити то есть люди не обращают внимание на какие-то какую-то разницу между собой в чем бы то ни было люди объединенные одной общей благой какой-то благим намерением добрые идеи это же не перестают видеть мир в стереотипах когда знакомятся друг с другом что до этого они бы в жизни наверное никогда друг другу не подошли на улице и ну даже дорогу бы не рискнули спросить ну там парень сережка в ухе у девушки в хиджабе а тут они даже говорят на разку на разных языках тут у нас есть казахо язычные ребята абсолютно они учатся на слух воспринимают русскую речь есть ребята которые казахский стали понимать благодаря вот вот это вот вот в этом сути классно вот бргемы и особенно когда общий труд объединяет ты уже вот переживаешь маленькую жизнь как такая маленький маленькая реальная жизнь и ты уже за эту жизнь ты с этим человеком вместе прожил и вы уже родные ашуа интересно вот эта история когда не было лекарств в аптеках когда мы помним пропал парацетамол когда нельзя было купить какие-то антибиотики ты как-то была связана с именно вот помощью сбором медикаментов и так далее как в этом смысле казахстанцы себя проявляли я вот именно уже в летний период когда пошла вот эта первая дефицит первая волна дефицита это скажем я вообще первое время поверить не могла вот это кстати одно из то что разочаровывает то когда же цены взлетели зачем так делать когда люди решили заработать на этом все вообще вот такие моменты думаешь что вас вообще держит какими мыслями думаете но мы я тогда уже была в нашей столице в нурсултане мы там начинали работу активную потому что здесь штаб уже работал налажно я туда поехал тоже помогать и с нашим новым филиалом мы мониторили аптеки мы ходили мониторили цены мы тяжело было знать еще вот проводить мониторинги рейды вот магазины небольшие потому что они ведь зарабатывают на этом а потом думаешь не правило живу для всех одни почему кто-то работает кто-то нет надо же уважать друг друга закрывали вот эти кальянные подпольные наша молодежь немного осуждала ну типа ну чего вы такие там так далее могли встретить кого-то из своих знакомых да кто там сидит не снимайте нас камерами то есть наши ребята с таким тоже сталкивались волонтеры но потом понимаешь но это правило если мы их не будем соблюдать мы так долго будем находиться в этой красной зоне и не выберемся вообще в принципе поэтому мы стали со своей стороны как волонтеры могли так посодействовать потом очень активно в социальных сетях вот эта передача купить здесь передать туда мне писали наши казахстанцы с дубной это вот который город те вот наука непосредственно они химики производством лекарств занимаются и говорили может быть мы вам отсюда что-то передадим айсул давай организуем вот этот вот трансфер давай вот через тебя через своих волонтеров игру классно давайте то есть приятно что не только писали те кто мне нужны эти лекарства дайте мне то а были те которые еще говорили давайте я помогу но есть множество тех кого не удалось пасти вот так я звоню папе я же уже в нур-султане в тарази гриппуль как-то наш дочь а у него мне с уставом год когда вот так вокруг что белями все ложатся а у меня 65 лет папе его друзья следовательно вот того же возраста чуть старше младше моложе дать когда вот что белями ложатся умирает вокруг стыдно на что-то жаловаться я нормально так что все да на самом деле в этом смысле с моральной какой-то стороны нас год многому научил наверное быть терпеливее проявлять это терпение и понимать что ну в сравнении все не так уж и плохо на самом деле были ли моменты когда ты плакала в этом году глядя на все происходящее были что что могло тебя довести до струсов я вообще стала сентиментальной вот я почему не люблю новый год и в самом начале не хотела говорить я маму нашу потеряли еще 11 лет назад и я поэтому не люблю новый год это такой новогодний праздник а без мамы он как-то может полюблю ради своих детей будущих да поэтому не очень люблю новый год и и в целом вот после этого ты в принципе меньше плачешь по каким-то таким вещам либо когда сильно устаешь вот настолько что все сваливается обычно же всегда так ровник-ровник а потом как навалится вот по жизни же так и стараешься как-то вот выравнивать какой-то баланс поэтому от таких вещей я не плачу я стараюсь держаться что например вот мы приходим к людям больным людям к инвалидам очень вот я говорю же за чертой бедный за и наши слезы наша жалость ни к чему не нужна это будет абсолютно не уважением это неправильно поэтому в такие моменты я научилась не плакать наоборот я могу потом домой прийти меня грузит конечно потом ну ты понимаешь вот мы сразу заговорим наш волонтер мы не можем спасти весь мир а есть люди которые садятся на шею потом будете ты не можешь сказать им нет нельзя но ты можешь сделать чуточку добрее вот у нас такой слоган в лиге и вот поэтому я для себя так решила все что-то меня зависит я делаю все что не могу повлиять и отпускаю иначе я давно бы уже постарелась заболела не знаю что нибудь там не дай бог в тем более психика все равно все на грани да вот здесь интересно как раз таки айсу много ли стариков у нас одиноких все-таки много много вот я была в попечительском совете фонда бергемос вот к этот республиканский на председатель там нашего жанка драгалевича по инициативе нурсултана бешича был создан этот клич ну-ка давайте все помогаете народу и все начали но миллионами же скидывать деньги чтобы по 50 тысяч почему бы решили деньгами потому что продукты вот опять-таки цены стабилизация до разных регионах разные потом скажу что то не доложили не положили что-то не так решили единовременно адрес нам на карточку 50 тыс тенге бросать а мы как раз ходили я за день 80 адресов проходила 80 просто стучали и проверяли списки мертвые души зато база обновили знаете записывали там вот коврюс соседи выходят а этот уже переехали этот уже умер человек давайте вот мы в основном одиноким детям у которых инвалиды на попечении то есть вот такие вот первые категории которые остро нуждаются я видел этих одиноких по двое их бывают без детей без внуков и кто-то очень такой добрый как будто бы вот всю жизнь так ну кайфовал по сути да и они до сих пор такие живчики остались но просто уже здоровье не позволяет они на к нам вот так вот о серьезно поможете ну круто то есть а кто-то был вот прям уже озлоблены обижены на жизнь с таким недоверием вот такие моменты больно бывает когда тебе не верят могут дверь не открыть но удается растопить эти сердца удается когда потом они получают как было помимо того что вот эта денежка еще продукты но рота на нет своих меценатов потянули депутатов все продукты каждый день развозили и мы едем в один дом он такой знаете два подъезда и почти что вот из из 12 семей 11 нуждающиеся эти многодетные эти инвалиды вот этих там то то есть вот реально вот такой вот не благополучный дом так сказать на тшебе стоит это в таразе приехали и там такая бодрая бабуля из 60 и она говорит а знаете мне денежка поступила вот эти пятьдесят тысяч я не верила они пришли помимо 42 500 получите гэма сдато есть алега так классно вот я говорю а я же в этом фонде мы совещали вот эти проводим и каждый раз чтобы никому не дай бог не в какой карман чтобы это людей до людей кому нужно что пришли и так душу греет в этот момент я такая счастлива в истории вот видите фонд бергеус вот баб то не получила а теперь вот пакетики и здесь с едой ну то есть вообще прям крутая она такая и когда люди вот так реагируют это прям классно это стоит все но все я рядом все не знаю когда мы ходили по этим адресом проверять руслан мы по двое по трое ходили ребята от меня уставали потому что я стучусь не открывает а я думаю может человеку плохо один он там малый я вплоть до того чтобы ходила дома в окна на балкон кричала по имени по фамилии и мы так реально несколько адресов мы только так находили и очень важно видите тут если бы не дай бог я бы не дописалась не дозвонилась не достучалась отметила бы не живет человек не получит тут очень важный момент в этой ответственности ты если делаешь то делай до конца если ты подписываешься то будь добр сделай как надо не на отмашь не для галочки потому что вот я такой добрый я хожу там проверяю делай на совесть совести считает наш внутренний бог да вот своему внутреннему богу будь перед ним честен и сделай до конца и вот много было таких моментов и я прям думаю слава богу мы не сдались стояли и тарабанили в эту дверь зато человек потом получит денежку айсулу на самом деле мне хотелось бы говорить об этом еще бесконечное множество времени но эфир заканчивается я хочу напоследок спросить как новый год планируешь отмечать что будешь делать и дамки вообще планы на 2021 если коротко уже 21 до кашу представляешь я тоже буквально недавно об этом думал и при этом мы много успели я горжусь нашими ребятами пользу случаем хочу поблагодарить наших волонтеров за то что не сдаваясь что тут а себе да себе но это работа же команды я же говорю на в лице моем обо всех наших волонтерах обо всех наших наставниках последователях коллегах вот спасибо всем большое а на новый год если получится на денек смотаюсь тарас папе просто чтобы около елочки с ним поднять бокал шампанского загадать желание чтобы в двадцать первом году поскорее отступил коронавирус чтобы мы вернулись конечно жизнь прежней не будет согласен на самом деле это же думают люди элементарно привычка чаще мыть руки она останется и вот на этом поколении на нас запечаталась наверное только наши дети не будут понимать что это было за время и не дай бог им это понять чтобы у них не было таких испытаний на весь мир до чтобы это поскорее закончилось и у нас планы такие же мы планируем дальше заниматься волонтерством дальше помогать людям еще больше чтобы у нас было единомышленников сторонников больше вовлекать свои ряды чтобы это было популярно потому что мы и до года волонтеров до занимались этим а теперь когда все поняли я думаю тем более будет проще на искать единомышленников повлекать свою деятельность и мы и дальше будем работать с ума я тоже очень надеюсь на то что прибавится значит ваших рядах и людей молодых ребят и людей постарше в общем большое спасибо всей вашей команде все то что вы делаете и в этом году это было на самом деле очень заметно и очень для всех важно хороших тебе праздников спасибо большое за интервью вам за то что вы делаете спасибо и вас что ж друзья напоследок я хочу лишь добавить это на самом деле очень круто когда ситуации происходящие где-нибудь на ближнем востоке африке или если говорить о пострадавших во всевозможных терактах в разных точках планеты это очень круто когда все это откликается когда ты сочувствуешь и сопереживаешь людям но иногда куда важнее просто обратить внимание на тех кто живет рядом на тех кто возможно нуждается в той самой нашей помощи но молчит об этом и главное помните новый год это всего лишь хороший повод для того чтобы дарить добро но добро на самом деле не нуждается в тех самых поводов и творить волшебство вы можете все триста шестьдесят пять дней в году пользуйтесь этим правом когда она у нас есть с праздником будьте здоровы берегите себя и увидимся на томики он бизнес до свидания и и